Владимир Путин болен и в ближайшее время ляжет под нож хирургов-онкологов. Такую информацию распространила британская газета The Sun, сославшись на источники в Кремле. За последние несколько месяцев это уже не первый инсайт о плохом здоровье Путина. Россия по традиции не подтверждает информацию о болезни своего лидера. Так болен ли Путин? The Sun сообщает, что президента России, который борется с раком брюшной полости, прооперирует в ближайшее время. На хирургическом вмешательстве якобы настаивают врачи. Параллельно издание пишет, что Путин страдает болезнью Паркинсона. Пока он будет в больнице после операции, власть якобы передадут главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Его называют ключевым теневым разработчиком стратегии войны в Украине. Источником The Sun стал один из анонимных телеграм-каналов. Лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведения ему хирургической операции в ближайшем будущем. И хоть Путин не дал принципальное согласие и дата операции не согласована, но он поторопился объясниться и получить реакцию обещания Патрушева. По информации «Медузы», ведут этот канал от имени бывшего генерала службы внешней разведки России. Здесь еще осенью 2020 года утверждали, что Путин страдает болезнью Паркинсона. В мае 2021 года написали о шизоаффективном расстройстве. Такой диагноз якобы поставили врачи мирового уровня. А в октябре прошлого года сообщили об онкологии кишечника и метастазах в легких. 30 апреля издание «Проект» опубликовало расследование о состоянии здоровья Путина. Здесь сообщалось, что много лет президента России сопровождает бригада врачей и что он, возможно, страдает раком щитовидной железы. В то же время издание Deutsche Welle попыталось узнать, может ли Путин страдать болезнью Паркинсона. Медики, которые посмотрели видео с российским президентом, отметили, что явных признаков нет, но сказать точно можно только при очной диагностике. Ведь болезнь Паркинсона – сложное заболевание, которому присуще более 40 симптомов. Сэр Ричард Дирлов, бывший глава британской разведки Ми-6, также склоняется к версии о болезни Паркинсона. Иначе, говорит, сложно объяснить странное движение Путина и его внешний вид. На внешнем виде, а именно одутловатости лица и крайней форме социального дистанцирования, акцентируют в издании «Политика». И тут, говорят, дело может быть не только в боязни коронавируса. Такое поведение присуще людям, принимающим стероиды при очень сложных заболеваниях. Люди, которые много раз лично общались с Путиным, отмечают его неуравновешенное поведение. Бывший госсекретарь ШАК Анда Лиза Райс в интервью Fox News сказала, он всегда был расчетливым и холодным, но тут другое – он кажется неустойчивым. На публике Путин в последнее время появляется крайне редко, поэтому каждое видео с ним теперь активно обсуждают. Например, на встрече с Сергеем Шойгу 21 апреля Путин более 10 минут не менял позу. Он крепко держался рукой за стол, вжавшись в кресло и втянув шею. В сети заговорили, что это может быть причиной проблемы со спиной. Неоднократно говорили и о хромоте президента России. В Кремле инсайды о болезнях Путина не комментируют. После расследования издания «Проект» Дмитрий Песков назвал информацию о раке щитовидной железы выдумкой и ложью. Но даже если Путину действительно нужно лечение, Кремль до последнего будет это скрывать. В России не афишируют банальную простуду своего лидера. А о травме после падения с лошади Путин случайно проговорился сам. Дело в том, что Россия годами создавала образ Путина-мачо, эдакого альфа-самца. Президент, который занимается спортом и имеет отменное здоровье. Он играет в хоккей, получил черный пояс под дзюдо. Путин был верхом на лошади с обнаженным торсом, с охотничьим ружьем. И в роли пилота, который тушит лесные пожары, летел на дельтаплане с журавлями. В то же время все это было довольно давно. Но в последние годы подобных подвигов Путин не совершает. Он редко выходит в люди, а официальные встречи проводят за длинным столом, где собеседника едва видно. Если сравнить, как выглядел Владимир Путин, например, при встрече с Трампом, можно заметить, он сейчас не в лучшей форме. Или же можно посмотреть два видео, на которых лидер Кремля выходит из самолета. Одно датировано июнем 2021 года, второе – январем 2022 года. На первом походка Путина явно увереннее. К тому же Россия всегда затягивала с информацией о болезнях своих лидеров. О крайне тяжелом состоянии Сталина не сообщали несколько дней, вплоть до его смерти. Болезни Андропова или Брежнева тоже не обсуждались. Скорее всего, похожая история и с нынешним хозяином Кремля. Продолжение следует...